Новосибирск 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 Он строительством социальных объектов, детских садов, школ, спортивных объектов, а также исполнением указов президента. Рост произошел в сегменте социальных расходов, которые формируют с собой реализацию зарплатных указов президента, поступательное повышение зарплаты в бюджетной сфере, страховые платежи в фонд медицинского страхования за неработающее население и меры социальной поддержки. Вместе с тем в структуре расходов областного бюджета сократились платежи, связанные с ликвидацией госдолга региона. Это обусловлено тем, что у нас был хороший переходящий остаток свободных собственных средств. Дальше это будет видно на слайде. Мы смогли погасить всю задолженность перед коммерческими банками в объеме 9 миллиардов рублей, что сформировало эту экономию. Многодетные семьи смогут получить компенсацию ипотечных кредитов. Соответствующий законопроект внесли председатель Госдумы Вячеслав Полодин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Суть законопроекта сводится к выплате от государства по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Закон в случае его принятия будет иметь обратную силу, то есть будет действовать с 1 января этого года. Володин так прокомментировал законодательную инициативу. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующий, дети могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей, заявил спикер. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрено заседание Госдумы. И напоследок стала известна средняя сумма взяток в России. В минувшем году за взятки осудили более двух тысяч человек, а за мелкое взяточничество более трех с половиной тысяч. При этом средняя сумма ущерба по уголовным делам составила всего 10 тысяч рублей. На этом у меня все. Вы смотрели деловые новости. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»